Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель и в этом выпуске информационная война продолжается. МИД нашей страны опровергает заявление МИДа Таджикистана. Садур Джапаров дает интервью ГосМИ и называет митингующих против проблем на границе лжепатриотами. Соцсети продолжают любить до конца и восхищаться госканалом. А у Ташиева ничего такие часики. Ну а обо всем более подробнее смотрите далее. МВД нашей страны снова опровергает сообщения МИДа Таджикистана о притеснении граждан Таджикистана и этнических таджиков на территории Кыргызстана. Не подтвердили сообщения о депортации более 500 студентов граждан Таджикистана, о притеснениях и угрозах сообщения тоже не подтвердились. В Кыргызстане никто не притесняет этнических таджиков. Я живу в селе Учкургон Кадамджайского района. 80% населения здесь таджики. Да, мы приняли эвакуированных жителей Баткенского района, но это было добровольно. Никто нас не заставлял. Также не соответствует действительности информация о том, что в Оржской области неизвестными лицами избита корреспондентка Кыргызской службы радиосвобода. Насибахон Давронбекова, этническая таджичка. Нашелся Давронбек Насибхонов, гражданин нашей страны и не работник радиосвобода и не этнический таджик. Но я мужчина и не имею никакого отношения к этому СМИ. Я гражданин Кыргызстана, по национальности я узбек. Да, действительно, 17 сентября на центральной площади города Аша произошел инцидент. Но это другая, отдельная тема. Я не хочу, чтобы МИД Таджикистана использовал мое имя в политических целях. С этой страной меня ничего не связывает. Кыргызская служба радио «Затык» также опровергает заявление МИД Таджикистана об избиении в Аше собственного корреспондента. Заявляют, что корреспондента с таким именем у них нет. Врачам из Бишкека, отправленным в Баткенскую область, пришлось за свой счет добираться обратно. Транспорт им не предоставили, сообщает пользователь Твиттера. Врачи ездили на обход к эвакуированным, помогали раненым солдатам и жителям делали сложнейшие операции в условиях районной больницы. Три дня и три ночи после того, как для них там закончилась работа, им разрешили возвращаться назад. Но, прибыв в аэропорт, улететь они не смогли. Сидели там три часа вместе с местными жителями, которые ждали эвакуации уже четыре дня. Прилетает самолет, в аэропорту появляется главврач со списком якобы тяжелых больных, которых нужно отправить. И заместитель Акима Максатай Каримбердиева. В итоге врачам отказывают, а из машин скорой помощи выходят здоровые и совсем не больные молодые люди. Женщины в красивых платьях в столицу же летят, на каблучках и дети. Садятся в самолет и улетают. Пока врачи выясняли, что происходит, местные жители рассказали, что это уже не первый самолет. И они сидят, ждут уже четыре дня. А каждый раз приезжает зам Акима и отправляет своих знакомых, родственников. Ну что, до сих пор глаза слезятся после речи Садыра Джапарова на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Как рассказал хорошо то, что должен был рассказать. Вот еще повод для гордости. Говорит, что сам писал, никто ему не помогал. Умничка. А до этого обращение к народу еще и слезу пустил. Как мало нам, оказывается, надо, чтобы забыть все и стать до конца. А сегодня в интервью Кабару Садыр Джапаров назвал лжепатриотами тех, кто 16 сентября, в день вооруженного конфликта на границе, пришел к Белому дому требовать решения проблем на границе. Сделать все, чтобы жертв больше не было. Людей, высказавших свои боль и страх, тех, у кого близкие там, президент назвал лжепатриотами и предложил ехать в Баткен, еще и пригрозил. Если сил армии будет не хватать, мы вытащим вас из теплой постели, минуя выхода на митинги. Это полное право государства. Тогда мы увидим ваш настоящий патриотизм. Но будем молиться, чтобы этого не произошло. Но так-то сил армии и сил безопасности на данный момент хватает, говорит Садыр Джапаров. Это вот он такой молодец. Когда пришел к власти, говорит, все совсем плохо было, а сейчас намного лучше стало. Почему же тогда погибли 59 наших граждан, в числе которых и военнослужащие? Ранено около 200 человек. Почему тогда повреждены более 400 жилых домов, а Министерство образования говорит, что пока не везде в Баткенской области возможно возобновить учебный год? Почему же тогда разрушена школа села Оксай, а ее сторож убит? Почему, если секретарь Совбеза Марат Иманкулов говорит, что о готовящихся провокациях знали заранее, почему такие потери? Села на границе Кыргызстана и Таджикистана расположились в шахматном порядке. После развала Союза наши граждане продали свои дома и уехали в Бишкек или Россию. Когда началось нападение на нашу страну, мы эвакуировали жителей из сел, которые остались в шахматном порядке. Чтобы не было, как в прошлом году, села остались пустыми. Они сожгли пустующие дома и вывесили флаг у школы. Но потом мы нанесли ответный удар, всех освободили и прогнали. Не могу молчать. Мне кажется, люди до конца не осознают, что произошло. Можно понять разгром Кулунду, Интернационал, Максат, Бурбурдук, Арка. Эти села близки к Худжанду, с его пригородами и военными частями. Попытка удержать эти села силами пограничников приведет к их окружению и уничтожению. Но как понять разгром Оксая, Тамдыка, Булакбаши? Почему после первого поражения Ташиев строил не заставы, а зинданы с фонтанами? Ничего не изменилось. Власть ради пиара вмешалась в ГУМ-помощь и осложнила логистику. Преследование активистов продолжается. Президенту хотят купить дорогой самолет стоимостью в комплекс Байрактаров из шести беспилотников и центра управления. Нет тюрьмам – да заставам. Нет чекистам – да пограничникам. Зато можем теперь приглашать международные делегации, зарубежные СМИ и показывать, как пострадали наши села, рассказывать об агрессии Таджикистана, обливаться слезами и поднимать упавший была рейтинг, пока волонтеры и гражданские активисты трудятся, собирают ГУМ-помощь, закупают те же тепловизоры, рации и жалиты для наших военнослужащих. И при всем при этом ГКНБ, администрация президента призывает совершать добрые дела тихо. И вроде с благородным посылом призывает. Ну, не гоже на этом пиариться. И госканал задействовали в донесении месседжей соответствующих. Сейчас в соцсетях тиражируется это видео с посылом. Вот, наконец-то, и КТРК смело говорит, какая у нас свобода слова. Кыргызы, кыргызстанцы, которые, находясь во дворце спорта, передавали из рук в руки гуманитарную помощь и пели гимн Кыргызской республики. А вот есть политические чиновники, которые гимн не знают. Есть те люди, простой народ, которые издалека идут, издают кровь, а есть те, которые вызывают к себе на работу. Да, потому что им лень. Одним с конца города вот ехать не лень, а другим лень. А вы знаете, есть кыргызстанцы, есть кыргызы, которые сдавали последние копейки с копилки. Есть кыргызстанцы, которые отдавали последние свои вещи боткенцам и другим пострадавшим. А есть те, которые шопились на улицах Нью-Йорка. Не называя никого, но те, кто следил за новостями, знают, что бригаду медиков вызывали себе на работу депутаты, чтобы сдать кровь. А шопились в Нью-Йорке, предположительно, сотрудники администрации президента. Но ни про детей президента, ни про детей его досекретаря ни слова. К слову, про шопинг. В соцсетях обратили внимание на часы Камчебека Ташива. Похоже на швейцарский бренд люксовых часов стоимостью в одну фуругом помощи. А то и больше, порядка 6-8 тысяч долларов. Факчек Киджи посерфил и выяснил, да, похожи на те, что с ремешком из кожи аллигатора. И собраны на 38 драгоценных камнях. Но может это и подделка. Ну где-нибудь там Дордой закупился, или на Ламединском, или еще где. Сложно что-то утверждать. Расскажет ли об этом КТРК? В ГКНБ и администрация президента говорят, помогайте тихо, не пиарьтесь. Но при этом сын главы ГКНБ Камчебека Ташива, тайм-раз Ташив, постил в своем инстаграме про то, как он сам передал ГУМ помощь. А вот фотографии того, как сын Садыра Джапарова, Рустам, от имени своего папы, президента, привез в село Интернационал ГУМ помощь. Ну и чего тут смелого видео КТРК, если про сыновей президента и главы ГКНБ умолчали. Зато сам Садыр Джапаров в интервью Кабару сказал, что это не пиар. Ну, конечно, ему же виднее, что пиар, а что не пиар. Что скажет, то и будет. Рустам и тайм-раз не из тех, кто не смог добиться власти или хочет показаться народу, чтобы завтра с помощью пиара стать депутатом или президентом. Мы сами отправили, сказав, чем вы хуже детей простого народа. Идите, будьте впереди. Если будут нужды у военных, говорите нам. Они поехали, помогают, чем могут. Еще, касаясь темы сыновей, сказал про возможное освобождение Алмазбека от Амбаева. Говорит, что у него так-то нет права вмешиваться в суды. И вот недавно же были оправдательные приговоры. Это потому, что суды независимые. А те дела, которые сейчас называют политическими, были возбуждены до того, как он, вот Садыр Джапаров, пришел к власти. Это еще те другие, это вот все вот Сарон Байджембеков, а вот не он, он хороший. Только после окончания суда по делу о событиях в Койташе у меня будет право на это. Недавно мой сын Рустам попросил меня встретиться с детьми от Амбаева. Папа, пожалуйста, прими детей Алмазбека от Амбаева. Они просят об этом. Мы в свое время сколько бегали, безуспешно пытаясь попасть на прием к Амбаеву. Давайте не будем повторять их ошибок, сказал мой сын и привел детей от Амбаева. Эх, сынок, а ведь ты добрее меня. Порадовался я про себя. Я принял детей от Амбаева. Я все им объяснил. Я сказал, что пусть закончатся судебные разбирательства, а дальше дело будет уже за мной. Как это дело за ним будет, если сам же говорит, что от него ничего не зависит и он в работу судов не вмешивается? Или это если суд приговорит Амбаева, то тогда сударь Джапаров может воспользоваться своим правом президента, правом помилования и освободить Амбаева? Но зачем говорить об этом сейчас, чтобы что, дать сигнал суду, общественности? А что там с 19-летним блогером Рысом Джекшиналиевым, журналистом Болотом Тимировым, блогером Аделетом Болтабаем? Эти дела были возбуждены не до того, как Садыр Джапаров пришел к власти, а вот совсем недавно. Им тоже можно рассчитывать на помилование, в случае чего? Надеемся на справедливые суды. Ну и давайте что ли в позитив. В двух школах столицы открыты дополнительные корпусы. Это в 40-й и 6-й в церемонии открытия участия принял глава Кабмина Колбек Джапаров. Сказал, что школы будут строиться, еще зарплаты учителей повышаться, а дети расти образованными и здоровыми. Пока же 245 школ Кыргызстана находятся в аварийном состоянии. На этом у меня, пожалуй, все. Новости читайте в нашем телеграм-канале АпрельТВ. Всем добра. Пока. Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка программного обеспечения. Восстановление данных. Срочный выезд на дом. Телефон 0772 17 28 68.